ну что же продолжаем мы играть за и ценов вчера мы изничтожили думнонов захватили у них иску и вот тут кто-то к нам ползет и я думаю первым что ли на него напасть потому что здесь и подкрепление будет гарнизона и супруги мориган нас здесь как бы поддержит по экономике я вроде как разобрался поэтому нападу-ка я наверное первый нет на этом ходу он похоже не дойдет ну ладно конец хода он явно идет на иску что у нас хоть за народность и бараки или как это барак это по моих город а нет и барак это вообще вон город который стоит там сзади оп куда-то он исчез или засаду устроил куда-то он исчез внезапно и неожиданно так строительство завершено население воодушевлено это не может конечно не радовать что население воодушевлено смотрим кому ладун можно порт построить можно третье поле испытания защита в ближнем для пехоты атака пехоты плюс 15 также что у нас тут еще есть так здесь мы можем либо гавань стрелковый налетчик бритские праздники пищи пищи с пищей у меня в принципе все будет нормально поскольку вот я стал строю поле выске плюс вот у меня рыбы еще добывается и дает гарнизон но ну наверно гавань да все равно флот будет нужен флот нужно будет качать это очень хорошее подспорье флот в плане а вот уже здесь трется этот пыль хорошее подспорье в плане десанта то есть нападать с двух сторон пока завязывается где-то бой ну как бы морской торговли я не собираюсь заниматься так и вот у нас уже какие изменения в родах войск уже разукрашенных можно нанимать по статистике смотрим ближний бой 42 урон оружием 26 ну да безусловно лучше бонус против пехоты 15 но не такой уж большой в натиске 39 защита ближнего боя 58 натиск 16 у этих защита 57 ближнего боя броня 45 у этих броня вообще 10 здоровье 55 здоровье боевой дух у них лучше и выше и в плане дамага они конечно лучше но это это я так смотрю по характеристикам это штурмующий отряд тот который начинает штурмовать защита у них лучше ближнего боя но по броне не хуже чем те же самые крестьяне так и ловчие какие какие мы брали наследие то как раз пехота до грозные бойцы да кстати я сегодня почитал меня меня лично давно этот вопрос мучил так этот астерикс как бы посмотреть не об армия а а военачальники то а вот здесь вот так вот общая информация посмотрел я такие характеристики что дают но авторитет в общем а вот а харизму я не нашел странно странно авторитет в общем дает поднимает боевой дух когда он находится рядом со своими отрядами вот опять же авторитет плюс 2 как полководец стоимость набора отрядов меньше но соответственно им я сейчас пехоту и буду набирать рвение это повышается урон ближнем бою и урон я так понимаю что от стрелкового оружия ну то есть рвение это повышает дамаг у всех отрядов которые находятся в зоне в зоне действия этого военачальника и еще есть хитрость хитрость повышает защиту в бою так что вот с этими тремя параметрами я разобрался так вот этот я чуть не понимаю что он замышляет ученную как бы трется тут у возле моих поселений что ему нужно я не понимаю этого я отправлю сюда тут мост плюс естественно будет случае чего подмога так что этот не пройдет здесь при всем желании и и что самое интересное что самое интересное что и здесь тоже мост и теперь собственно ему этому отряду победители браука только либо топиться в море либо но все как бы он уже не выйдет отсюда потому что здесь я мост перекрыл здесь я мост перекрыл и у него два варианта топиться или щемиться через лес но мы все прекрасно знаем что через лес здесь напрямик так не ломанешься и так и так и так потратил я деньги на постройку и возьму я да на два на два не хватит ну один отряд разукрашенных я возьму один отряд разукрашенных я возьму и одну наверно конницу поскольку до конницу возьму тоже поскольку у меня у него нету здесь если военачальник он сам как бы на лошадях на конях то этот как бы астерикс он просто пехота поэтому возьму возьму я еще один отряд кавалерии ну все так превышает хоть у этого персонажа есть не присвоить а да у меня же у меня же прокачался разведчик с травник убийство яд шанс успеха плюс четыре соглядата и все люди от природы модели искусство смотреть и видеть но не шанс избежать воздействия вражеских агентов массовое отравление массовое отравление ну допустим как бы вот возьму я ему массовое отравление поставлю опять же разведку вот разведка то а ну вот в зоне действия его я допустим вижу характеристики этого отряда так а маридунон маридунон у нас здесь нет пока что пока что этого не буду отправлять надеюсь как бы никого не напрягает насколько долго я все это как бы решаю и думаю но во первых я говорю плане стратегии плане стратегического планировали в плане экономики вот именно в рим 2 я ну не полный нуб но идеально все не знаю так вот чтобы на память так мне нужно вот это вот это вот это вот это построить чтобы у меня идет чтобы у меня было то 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 и и нет подкрепления до подкрепления не придет отряда он не успел не успели нанять вот и у него и у него численное преимущество в кавалерии нет 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 братан я отступлю единственное куда этот щеманется а этот не пошел догонять но и сейчас и армию прокачать ну как бы пополнится о а кто у нас там должен был дубы то дать астерик же по моему да да я думаю что они 3 анорикс этот славный муж умер от старости отважные всадники и полководцев я хотел брать другие вожди вот возьму авторитет и это другие важны вожди окей дек милла а прокачалась у нас наша воительница поединок шанс успеха 10 процентов демонстрации силы бонус к натиску у всех отрядов минус 5 боевой дух всех а но это она в случае чего подорвет боевой дух беспорядки среди рабов ну вот возьму я ее в качестве дополнение к полководцу опять же этих всех я пока что поставлю качаться выполнять свои прямые обязанности и и и делаю вот так вот в принципе этот я думаю все он допрыгался фракция уничтожена галакти опять какая-то фракция уничтожена калидонцы ну и нужно вот этот отряд изничтожать да потом выдвигаться на маридон в принципе снимаю я с якори наверно а его уже нельзя или можно нет только на следующем ходу а это вот может отправляю я ее сюда может быть какую-то диверсию там она еще совершена и пока ну и все нападаю я на так кстати я же взял нового и начальника что у меня с политической ситуации теперь теперь у меня ну 62 это пока что понятно но назначение может быть вот усыновить пока хотя нет нужно чтоб до пятидесяти процентов 64 года брак на коем мне нужен вот у 34 злая на язык жена может он и полководец сейчас чихну но это не мешает ему быть ленивый жалкой блеклой пародии на настоящего мужчину ну и подожду я пока так а у этого ему полтинник в принципе можно ему сделать назначение можно ему сделать назначение адиаторикс так это и есть уже сразу 66 ну что же на миорикс тебе как молодому флаг а не здесь будет подмога только с одной стороны странно странно почему а вот так вот с двух но все давай на миорикс фас и поехали у меня две с лишним у этого 1605 но у него кавалерия он это он сейчас этой кавалерии замучает скакать туда-сюда тут как раз сейчас выстроить копейщиков и ближайшему подкреплению марш-бросок на подмогу скорее потому что но они обороняются они могут первые ты не пойти с одной стороны с другой стороны у у нас а нет сейчас сейчас же не мост будет через моржа он проехал хотя что то я отступил а там же был мост и совершенно я об этом не подумал на мосту то я мог бы его в принципе зажать у него заснул теперь уже после драки кулаками нем но я же мог на мосту его зажать потому что копейщиков у меня было порядочно туман ждать потому что у него дождь ждать сухая погода начинаем квн так я вижу уже вижу где он сейчас нужно поставить тут блин фиг его знает как поставить потому что конечно же сейчас попрет конница кавалерия ну так по по логике вещей хотя опять же я смотрю наверно с позиции как я бы сделал вот так вот я их поставлю ну и вот так вот я их поставлю но и нужно ждать подкрепление ни в коем случае нельзя отступать потому что если я повернусь к ним спиной я говорю там кавалерии немерено сейчас ближайшее подкрепление бегом марш сюда а подкрепление достаточно достаточно хорошо появилось а а а а и и и и вот так вот Как так они у меня все вместе-то выбрались Я всех вместе не заказывал А, тут подкрепление еще с другой стороны идет Ну, прекрасненько, прекрасненько Сейчас мы их, значит, в принципе, зажмем И в принципе, и без принципа Так, стоим, ждем Стоим, ждем Ну, это что здесь такое? За одиноко стоящее дерево Так, пошел обстрел Пошел обстрел моих копейщиков Полководца пока нет ни одной обилки Полководца Надо отогнать как-то там эти Солдаты колеблются Ну, да, я понимаю Потому что... Так, и рвутся к моему полководцу Рвутся к моему полководцу Так, так, так Ну, их изначально было численное большинство Изначально было численное большинство В принципе, понятно тут, что почем Но это ничего страшного Эти потери восполнимы Главное военачальника Главное военачальника не потерять Вот уже начинает сказываться Реалистичность Когда нельзя тащить камеру Больше, чем на 200 метров И... Начинает сказываться, да Реалистичность? Ну, как бы, да Я когда играл в Total War 2 Там самое хардкорное у меня было И прохождение И как бы... Так, теперь я уже Ударю по этой коннице Там... Там самое хардкорное у меня И прохождение И просто вот как бы Компании были Это когда Камера была привязана Генералу Так Это когда камера была Привязана генералу И нужно было вообще Личное присутствие Так, еще тут одна Рвется Ну, когда много кавалерии Конечно, тяжело Тяжело следить Они-то и хаотично Со всех сторон Бьют Сами мы понимаем Во фланг В тыл Сейчас мы этих Бешеных псов Добьем еще И вот Что самое интересное Да ладно Так Контрол Ну, один Да, это шоу и начальник Пусть будет Первым А, нет Это не военачальник Это другая конница Ну, все В принципе А, нет Вон тут еще Кто-то у нас Это их застрельщики Так Две конницы У нас Вот здесь Вот сгруппироваться И остались Я вижу Только застрельщики У них Все Мои застрельщики Начали их Расстреливать Кавалерия Подтянулась И поехали Ты давай Этих А ты Этих Вот так вот Сейчас будет Весело Весело И жарко Блин Не тот отряд Выбрал я Для просмотра Кинематографичного Вот Побежали застрельщики Но пока Они еще не ищут 5 рублей на земле Это значит Еще не дрогнули Как начнут на земле Что-то искать А ну все Все Для прокачки Опыта Опять же Вот Вырежу я Всех их лучников Вообще Я никогда Не сижу Не знаю Насколько Это Сказывается На Там Моем Авторитете Или еще Чего-то В Total Я же говорил Что Сегун 2 И вообще Меня прошел Я в него Не играл Не знаю Даже как И почему Но сейчас Нет смысла Начинать Не выиграть Потому что Начал В Total War Делать Ну вернее Рим Начал делать Надо Рим и делать Измотанные Ну ладно Освобождаю я вас От повинности Раз вы Измотанные Вот То надо В Рим Соответственно Играть Вообще Сегун прошел Мимо меня И я Читал Некоторые Отзывы Говорят Что По Там Какой-то Реалистичности По Гибкости Еще Какой-то Что Сегун 2 Вроде как Лучше Ну Надо Надо Будет Поиграть Но Может Все-таки Установлю И не под запись А так Сам Для себя Но Я боюсь Что Что Увлекусь И могу Переключиться Я такой Человек Что Увлекусь И могу Переключиться На Сегун 2 С Рима 2 Вот А Total War Просто 2 Когда я Играл И Забыл Что Хотел Сказать Что 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 Продобивание По Моему Так Вот Там Там Кавалерия Не так Быстро Уставала Там Вообще Кавалерия Была Просто Железобетонные Войска Но Самая Самая Дорогая Она Конечно Была Кавалерия Такая Уже Прокачена Опять В зависимости От Государства Все Зависело За какое Государство Вы играете У кого-то Кавалерия Никчемная Была Кого-то Еще Но Самое Самое Главное Что Они Практически Не Уставали Эти Кавалерийские Отряды В Total War 2 И они Вот Я Всегда Продолжал Бой И они Гнали Изничтожали Всех Уцелевших А Вспомнил Что хотел сказать И там На Репутацию Военачальника Там уже Даже Прозвище Давались На Репутацию Генерала Влияло Как Вы Обращаетесь С пленными Если Вы Убиваете То Вы Злой И страшный Военачальник Вас Боятся Если Вы Их Отпускаете То Вы Добрый Там И Вас Не боятся Но Опять же С дипломатией У меня Был полный Караул В Total War 2 И Хотя Один раз Я не помню За какое Государство Играл Там у меня С дипломатией Было В принципе Нормально Но Я там Как делал Я поселение Не все Захватывал Я некоторые Поселения Покупал Но Всегда Происходила У меня Такая Фигня Что Вот Покупаешь Какое-то Поселение Все Тебе Продали Все Договорились Нормально Ты В этом Поселении Начинаешь Уже Строиться Еще Чего-то А Спустя Какое-то Время Хозяева Поселения Так Что С Пленными Пока Что Порабощать Не буду Еще раз Говорю Пока Общественный Порядок Не все Здания Еще Построены Вот По-любому Договорились Начинаешь В этом Поселении Уже Там Бурную Деятельность Разворачивать И приходит Бывший Хозяин С Войной Уже Приходит С Войной Бывший Хозяин И Сначала Ультиматумы Кидает Отдай Поселение Или Война Потом Уже Войну Объявляет И приходит Забирать Это Поселение Но Там Нельзя У компьютера Спросить Ты Что Дурак Ты Ты Сам Мне Его Продал И Вот Что Сам Я Говорю Всегда Total War Какие-то Вот Эти Непонятки В Экономике И В Стратегическом Вот В Этому Зачем Нафиг Ты Продаешь Это Человеческая Логика У меня Человеческая У меня Компьютер Не Понять И Всегда Было Так Что Покупаешь Там же Замки И Города Там Не Было Такого Что В одном Городе Можно Строить Там Военные Там Там же Замки Были Города Вот Покупаешь Либо Замок Либо Город Проходит Ходов 5 И Приходят Бывшие Хозяева С войной Отбирать Это Хотя До Этого Они Тебе Продали Все Это Было Более Чем Странным Навеивало Грустные Мысли Так Ну что же На этом Серия Это Все И Как обычно Трилогия Новая Серия Не заставит Себя Ждать Всем Пока Что До Свидания